Друзья мои, добрый день, здравствуйте, сегодня 2 мая, блогер из Перми, уже блогер, бывший сотрудник КГБ, опальный Бессонов Алексей Борисович. Друзья мои, ну вот сегодня, в общем-то, пояснилось, что и для чего, что стоит за реальной сутью этой операции. Я говорил об этом, опубликовала статья, статью опубликовали по рейтингу Владимира Путина. Ну, кто смотрит мой канал, мы об этом, в общем-то, и говорили. Да, то есть рейтинг сегодня Владимира Путина 82-80%, и он начал расти в феврале 2022 года. Кто-то говорит с 54, кто-то говорит с 57, кто-то говорит с 67, то есть 60, ну давайте в среднем, я здесь верю, даже завышенный, но все равно там обманут, накрутят. То есть примерно, ну где-то, пускай даже с 60 до 80, он поднялся на 20 пунктов, то есть вот, собственно говоря, цена вот этой операции. А дальше мы выходим на выборы 2024 года, собственно, что они и говорят. Они отменят непопулярные законы, пенсионную реформу отменят, что-то вернут, Конституционный суд признает незаконным, кто-то из граждан обратится. Еще пару непопулярных законов подменяют, да, собственно говоря, ну и рейтинг Путина поднимут до 90-93%. И, в общем-то, вся оппозиция, все оппозиционные кандидаты будут бороться за 7-8% на предстоящих выборов 2024 года. Вот они убрали Платошкина, он, скорее всего, попытается жену свою провести, но опять, это максимум, ну, 3-2-5% Зюгарного с барского плеча, его кандидату дадут 3%. Ну, в общем-то, все закончено. Они будут улыбаться, смеяться, ну, все очевидно. Эта операция повысила рейтинг Путина на 20%, а дальше, ну, смотря что будет, если будет ситуация пробуксовывать, а еще раз говорю, 9 мая будет его знаковое выступление. Скорее всего, он объявит войну Украине, потому что, ну, до Юра, если уже казус были, обстреляли нашу территорию, он объявит полномасштабную войну. И начнет полномасштабную войну, вплоть до того, что я не исключаю, если будут система поставки вооружений с Запада, а сегодня уже, говорят, 400 танков поставили, он применит и ядерное оружие, да, тактическое. Ядерное оружие будет применено, скорее всего, но его рейтинг, он выйдет в 2024 году с рейтингом 90%. И, в общем-то, плюс электронное голосование, которое вот апробирует в этом году на муниципальных выборах в Москве, вот так, фактически там уже, все. Это были последние выборы осени 21-го года, больше выборов не будет, страна будет вот в рамках вот такой парадигмы развиваться, с чем я вас и поздравляю. Спасибо, ваш Бессонов, Семенович.